Каждый человек – звезда. Каждый человек изначально является независимым индивидуумом, имеет собственный характер и движется одному, лишь ему присущим способом. Почему звезда? Многие воспринимают звезда как звезда. Театра, кино, спорта, еще чего-то. Звезда. Говорят, еще «зазвездился», поднялся до высот, стал индивидуалистом, чего-то достиг. На самом деле здесь есть дуальная ирония, потому что человек действительно достиг определенным способом, трудом, по сути, все звезды достигли, тяжело вкалывая в определенном направлении для того, чтобы достичь определенных высот. Так вот, каждый человек – звезда, но в понятии магии, в понятии шестой теоремы, каждый человек изначально является независимым индивидуумом, имеет собственный характер и движется одному, лишь ему присущим способом. Иными словами, качество толпы или коллективное бессознательное, которое рождает не что иное, как эгрегориальную структуру, которую управляет толпой, для магии не присущим. Потому что в первую очередь маг является индивидуумом, и он должен это для себя осознать. И он двигается присущим только ему способом. То есть нет одинаковых путей в магии. Нет. Есть определенные примеры, и это нужно понимать. И это нужно принимать относительно индивидуальности. То есть нету, что у всех должно получаться вот так. У всех должна быть одинаковая картинка. У всех должен быть один одинаковый результат. Как определенный момент становления или понимания своего пути. Допустим. Но в абсолюте это никак нельзя сказать, что у вас должно получаться или быть точно так же, как у меня. А у меня должно быть точно так же, как у вас. Потому что даже если мы возьмем одни и те же пробирки, одни и те же реагенты, и мы в точности одинаково совершим химическую реакцию, результат все равно будет разным. Просто он может быть незаметен. Но он все равно будет разным. Согласно шестой теории или принципу, каждый человек – это индивидуальность. Изначально является независимым. Каждый человек. Каждый. Изначально. Имеет собственный характер. И движется одному лишь ему присущим способом. Поэтому, когда родители говорят, ты должен стать врачом, ребенок хочет заниматься чем-то другим, это изначально звезду подчинить вращению вокруг себя, сделать своим спутником, заставить его делать то, что на самом деле не присуще изначально его индивидуально. Вот этот вот момент, который у нас большинства навязан, и он настолько въелся в нашу кровь, в нашу суть, в наше сознание, что в магии, в первую очередь, осознание шестой диоремы Кроули – это то, что каждый человек индивидуальность. И каждый человек идет своим собственным личным путем. Поэтому, если кто-то себе надеется или думает, что у него будет точно так же, то он самообольщается. Он наивно полагает, что у него будет точно так же. То есть он будет точно так же богат, как кто-то. У него будет точно такая же яхта, как кто-то. Он достигнет каких-то творческих высот. Он будет как тот-то художник или еще что-то. То есть в магии понятие кумира, понятие, кому подражать, нужно убрать как-то. Потому что это не согласовывает с этим шестой теоремой. Каждый человек – звезда. Индивидуальная, независимая, со своим видением, со своим восприятием. Редактор субтитров А.Семкин